В Храме Рождества Христова В русской православной школе и в воскресной школе при храме прошли уроки милосердия, на которых детям рассказывали о примере царской семьи и традициях благотворительности в России. Ребята потрудились и изготовили большое количество различных белых цветков, чтобы собранные средства направить на помощь тяжелобольным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Это очень прекрасная акция. Она помогает милосердным деткам. И наша школа сделала прекрасные цветы. И эти деньги отправляют на помощь больным деткам. Я очень рада за такую акцию. Делайте милосердные дела. Милосердные, которые дают прихожане храма, идут на помощь детям-инвалидам. А эти цветы выполнены учениками православной школы. Нам бы очень хотелось, чтобы эти акции проводились чаще. И мы бы помогали деткам, которым тяжело и труднее, чем нам. Белые цветы, у которых нет цены. Каждый, кто участвует в сборе средств, решает сам, сколько пожертвовать на помощь детям, получив в благодарность белый цветок, символ милосердия. Спустя сто лет главный принцип благотворительности, кто сколько может, остается неизменным. Такая красивая, белая, замечательная акция. Столько красиво белых цветов. Не знаю, какой цветок выбрать. Очень красивые, замечательные цветы. Мы продолжаем традицию царской семьи. Хотим, чтобы наши детки помогали тоже больным детям. Акция началась в октябре и завершилась 27 ноября. Дата завершения акции выбрана неспроста. В этот день, в 1894 году, состоялось таинство венчания царственных святых императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. Россия возвращается к своим истокам, к своим традициям объединения людей в помощи нуждающимся. Большое вам спасибо за проведение этой акции. Я так вообще всегда радуюсь, когда восстанавливаются наши традиции. А особенно такие, которые посвящены благотворительности, заботе и милосердию. Я очень рада поучаствовать в этой акции. Все такие цветы белые, красивые, такие детки молодцы, что научаются уже заботиться о других и приносят пользу. Как важно воспитывать в детях сострадание к ближним на примере дел добра и милосердия к людям, которых посылает нам навстречу Господь и которые ждут нашей помощи и любви.